Продолжение следует... Это время, которое мне необходимо, чтобы дойти от офиса до туалета, справить малую нужду, помыть по привычке руки и вернуться обратно. Три минуты — это не так уж много. Это средняя продолжительность музыкальной композиции в моем плеере. На три минуты вперед я несколько раз переустанавливаю утром будильник на своем мобильнике. В наивной надежде выспаться за столь короткий срок и при этом постараться не опоздать на работу. Три минуты мне нужно, чтобы дойти от дома до автобусной остановки, и столько же, чтобы дойти от остановки до одного из корпусов химико-технологического колледжа, который практически полностью сдан в аренду юристам, стоматологам, брачным агентствам и прочим небольшим конторкам, в одной из которых я работаю, и окна которой всегда закрыты ввиду не особо приятного пейзажа за ними. Три минуты — это не настолько большой срок, чтобы ради него отпрашиваться или публично заявлять. Я зайду на три минуты! Даже если в этот момент в офисном сейфе находится огромное количество наличных, которые периодически в нем появляются и исчезают посредством каких-то неизвестных мне личностей явно криминального характера. Три минуты — это ничто. В конце концов, в эти три минуты в офисе будет находиться директор, два крепких менеджера по активным продажам, и, конечно же, очаровательная Анна, что само по себе исключает любые исключайности. Никто даже не заметит моего трехминутного отсутствия. Три минуты — ничего не решат моей скорости или производительности труда. Три минуты — это всего лишь часть погрешности рабочего времени, активно тратящиеся каждые полчаса курильщиками для заполнения легких очередной порцией густого дыма, оставляющего на альвеолах смолу и выдыхаемого обратно в томный горький смог, лениво всасываемые местной вентиляцией, кишащие мерзкими насекомыми, снующими в разные стороны в поисках пищи и особей для размножения. Три минуты — ничего. Жалкие три минуты, которые спасли мою жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова